Я недавно читал один рассказ, очень интересный, он меня просто потряс. Значит, в одной газете была размещена статья, в ней рассказывалась удивительная история о двух новорожденных младенцах, близнецах мальчика и девочки. Вот они родились. В состоянии их было крайне тяжелое, особенно девочки. У них было заболевание сердца, обнаружилось давление, температура тела пониженная. Ну, сразу их поместили в инкубатор, каждый в свой инкубатор детский. Боролись за их жизнь. В середине несколько дней их состояние ухудшилось. Надежды на спасение не было никакого. И вот эта медсестра проявила столько сострадания к этим двум малышам. Она вопреки закону, который в больнице существовал, уже нельзя было в один инкубатор помещать двоих, только в разных этих. Она убедила врача и говорит, положите их вместе. Они вот так вот лежали вместе в утробе матери, и все знали, что они умирают. И пусть они вместе умрут, пусть они вместе встретят смерть. Но когда их положили в один инкубатор, произошло что-то неимоверное. Вот этот мальчик, который был немножко посильнее, он протянул руки к своей сестренке и обнял ее. Вот это объятие, потом писали в газете, фотография была этих обнявшихся младенцев. И написали спасительные объятия. Они обои поднялись, у них сердце восстановилось, ритм нормальный. Температура поднялась на 36,6. Их вытащили оттуда с этих колб. Сделали фотографию, поместили в газету и вот озаглавили ее спасительные объятия. Я уже немножко сказал об объятиях и так далее. Объятия нужны человеку, как воздух. Я уже перевожу на нас, взрослых людей. Они выражают чувства, сближают людей и приносят радость. Когда наш президент умер, Гидар Ильевич Лужков, он тогда был мэр Москвы, он прилетел со своей командой и зашел в этот дворец, где он лежал, покойник. Ну, на первой скамеечке сын, его жена, дети и так далее. Он подошел, ну, у нас президент высокий рост, а этот маленький. Но он все равно подошел к нему и обнял его. А там все министерство сидело, две с половиной тысячи вот этих работников. И все они встали по команде, по стойке смирно. Вы знаете, это объятие произвело такое действие сильнейшее, что никто не усидел на месте. И я совсем недавно, вот когда прочитал эту статью и объяснение к ней, я просто был потрясен. Учеными был, я это даже записал для себя, учеными был выявлен тот факт, что при объятиях у человека в крови выделяется гормон окситоцин. Это гормон любви. Мы иногда поприветствоваться не проходим, особо молодые. Мимо стареньких проходят, делают вид, что они не видят. Намеренно проходят, скажут, ну чего старенького там приветствовать. Я уже не говорю об объятиях. Объятие немножко посильнее, чем просто руку подать и поцеловать. Мы этого уклоняемся. А вы посмотрите, что они говорят, вырабатывается гормон окситоцин при объятиях. Это гормон любви. Он помогает побороть депрессию, укреплять чувство одиночества. Помимо всего, данный гормон способствует снижению давления и уменьшает риск возникновения сердечных заболеваний разного типа. Четыре объятия в день нужны каждому человеку просто для выживания, говорит Вирджиния Сатир, известный семейный врач-психотерапевт. Для хорошего же самочувствия, пишет он, и ощущения счастья нужно не менее восьми объятий в день. Вот мы живем в семьях, ну проснулись дети твои, ну обними ты их с утра, каждого обними. А вот у меня их 12, пока всех обнимешь, уже больше нормы. А вы знаете, сколько счастья от этого, когда мы обнялись, и они уже каждый день встают, просто руку там папа-добруг не дают, обязательно все обнимут. И девочки, и мальчики, все, у нас уже вошло в это. Я был в Германии, там всю Германию научил обниматься. Кто только поприветствовать, не пойдет. А когда я его в объятия взял, и они сейчас там приветствуются, обнимаются, я чувствую, мы здоровее стали. Наше общество выздоровело. Мы сами по себе чувствуем, что у нас энергия какая-то идет. У нас улыбка, я сейчас смотрю, все улыбаются. Наверное, сейчас после этого ни одного не пройдет мимо. Всех обнимем, всех поприветствуем. Да благословит нас в этом Господь. Субтитры сделал DimaTorzok